Дмитрий Ширяев Источник сообщил, что работы ведутся через одно место. Они тормозятся из-за того, что по тем схемам, которые есть на руках у рабочих, коммуникации не соответствуют действительности. Приходится вручную идти с прибором, прозванивать землю на наличие всяких кабелей. При обнаружении копать вручную, затем экскаватором. Но оптоволокно не прозванивается, какие-то особенные кабели в масле тоже часто кабели рвут. Убытка уже на 400 тысяч, как сообщил источник из строя организации. По итогам беседы резюмирую. Сами строители говорят, что все неправильно делается. Уже два года назад нужно было перекладывать коммуникации, а уже потом строить дорогу. А теперь, получается, телега идет впереди лошади. Дорога строится на старых коммуникациях. Неровен час что-то где-то лопнет, прорвет и новенькую дорогу будут скрывать. Красота, резюмирует автор. Блогер и писательница Наталья Фомина поделилась впечатлениями от посещения офиса компании Ростелеком в соцсети Facebook. Стоим вчера в очереди в тамошнюю кассу, а там кассир общается с сухонькой старушкой. Кассир Ростелеком, мрачная женщина лет 50, и хочется получить от старушки 1 рубль 5 копеек. Возьми, дочка, 5 рублей, нараспев, говорит старушка, и катит пятаком по стоке. Рубль 5 копеек, говорит кассир и смотрит мимо всех в какие-то прекрасные дали. Да вот нет у меня рубля и 5 копеек, огорчается старушка. Возьми, дочка, 5 рублей и закончим. Будете мне должны 5 копеек, гвоздит кассир старушку проклятием, подкрепляя страшные слова соответствующим взмахом руки. Грохает перед собой табличку с техническим перерывом. Старушка отходит чуть подпрыгивающей воробьиной походкой, глотает таблетки, запивает водичкой. Пост скриптум. Я бы хотел этот пост как-то пометить, чтобы кассирова начальства почитала про хамство и произвол на рабочих местах. Главный офис в Самаре на Полевой вчера, 28 июня, около двух часов дня завершает рассказ автор.